Это орудие, отлитое почти 500 лет назад, по-прежнему является самой большой пушкой в мире. Но, несмотря на свои колоссальные размеры и боевую мощь, царь-пушка никогда не стреляла. Созданная по приказу государя Федора Иоанновича, она должна была охранять стены московского Кремля. Но одного упоминания о дробовике российском хватало, чтобы неприятель отступил. Точно так же и шанхайская организация сотрудничества, обладая большим военным потенциалом, никогда не являлась военным блоком, направленным против кого бы то ни было. Главной задачей провозглашены укрепления стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем территории стран, участницы свое окончательное становление, как международная структура, шанхайская организация сотрудничества получила здесь, в московском Кремле. Здесь, в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, были подписаны основополагающие документы положения о советах глав государств, правительств и министров иностранных дел. Здесь же была утверждена и символика организации. В декларации лидеров стран-членов ШОС уже тогда, 15 лет назад, говорилось не только о безопасности общих границ, и совместной борьбе с терроризмом и экстремизмом, но и об экономической интеграции, и едином политическом курсе сотрудничества в области культуры и образования. На сегодняшний день в шанхайскую организацию сотрудничества входят уже 8 государств. К странам-создательницам присоединились Пакистан и Индия. Координацию сотрудничества между всеми государствами ШОС выполняет секретариат. Штаб-квартира, созданного по итогам московского саммита, постоянно действующего исполнительного органа ШОС, единогласным решением расположилась в Пекине. Сергей Самоха специально для Центрального телевидения Китая. Москва.